Основная цель акции – привлечь внимание потенциальных подписчиков и стимулировать рост подписных тиражей газет и журналов на второе полугодие. Подготовка к областному дню подписчика проходит за пять дней, начинается до дня подписчика. Мы отправляем письма с приглашением нашим постоянным подписчикам, также в организации, в редакции газет. И уже наши подписчики приходят, подписывают издание, получают какие-то призы, участвуют в различных конкурсах. Ну и на сегодняшний день, день подписчика областной пользуется популярностью, есть определенный результат. Тем, кто оформил подписку в этот день, вручили подарки. Жители могли обратиться с замечаниями или пожеланиями к представителям газет «Пинский вестник» или «Заря». Наибольшей популярностью у нас пользуются местные газеты, такие как «Пинский вестник», например. Также хорошо выписывают аргументы и факты, комсомольскую правду. Толоковские издания пользуются неплохой популярностью «Народный доктор», «Делаем сами», «Цветок» и так далее. Каждое полугодие эта акция направлена не только на привлечение новых подписчиков, но и на сохранение интереса горожан к печатной продукции. В век высоких технологий число пользователей интернет-СМИ ежедневно растет. Но, несмотря на это, бумажные издания по-прежнему популярны. Любим читать всей семьей, подписываемся часто и на «Советскую Белоруссию», и на «Варяг», и «Женская газета для мамы». Ну, как бы всегда пользуемся услугами почты, так как это, ну, как бы, я думаю, без почты мы, наверное, никуда не пойдем. То есть, читать любим всех. Нет ничего приятнее, чем, вернувшись домой с работы, расположиться на уютном диване, прочесть любимую газету или полистать интересный журнал. И как бы быстро не развивался интернет, печатные издания еще очень долго будут пользоваться спросом у пинчан. Современная молодежь постепенно переходит на интернет, но все же пресса никуда-никогда не денется. Как бы более взрослые предпочитают все-таки пользоваться подпиской, выписывают периодически у нас все газеты. Ну, старый добрый запах бумаги никуда не денется. И всем хочется ощутить что-то, пощупать и почитать газету в руках. Кристина Давидовская, Виталий Барташевич для телеканала Варяг.